Мы продолжаем смотреть этот невероятный и очень увлекательный матч. На самом деле, Бигги порадовали своих болельщиков. Показали, что не зря они все-таки попали так далеко в рамках ЕС Эльван Кёльна. Ну и попробуют, наверное, отжать карту DAS 2. Хотя вот Скрим у себя в твиттере написал, что DAS 2 — это исконно французская карта. Посмотрим, прав ли Скрим, но в любом случае результаты команды G2 на Дасте довольно впечатляющие в последнее время. Скрим, конечно же, прав. Мы помним с тобой комментировали в 2015 году Кёльн. Это был мейджор. И в финале как раз-таки против Fnatic французы брали себе этот DAS 2 и доходили до счета 14-7 в свою пользу. Потом Fnatic взяли паузу, развернули. Ну ты помнишь, там FIFA и тотальный разгром, хардкор и садомия. Но опять же это все происходило под доминацией изначально французов. И всегда считалось то, что DAS 2 — это реально хорошая для французских команд карта. Сейчас посмотрим, что будет у нас на Кёльне 2018 года. Три года спустя Шокс делает свой хэдшот по смуе. Неплохо поработал сразу Шокс. Преимущество одного — это всегда классно. Но есть Тапсон, который крадется на пальму и может повесить точно такое же по Смитсу. Идет, правда, вперед. Шокс попадает по своему сопернику, но Тапсон выживает. Пытается уйти назад на Зиг. У него 18 холспоинтов. И в принципе 4 на 4 — это та ситуация, которая, я думаю, устраивает команду Биг. Тем более Тизиан забирает Бадди на центре. А вот теперь не так все и гладко для команды G2. Они будут действовать через Лонг. И там, как мы видим, довольно большое скопление. Два на Зиге, один будет чекать через центр. Но понимают почему-то ребята с команды Биг, что это выход на Б. Хотя совсем в другой позиции перемещаются террористы. Гоби заметил только, что Лонг пытается откинуть ребят Юспиком. Не получилось. И, кстати, Шокс чекает длину, а через Лонг пойдет у нас Тапсон. И там, скорее всего, Шокси выйдет победителем. Шокс видит тень, Тапсон. Но тут нужно просто пережить до конца. Возможно, даже действительно попытаться отойти. Шокси знает, что это красный, добивает все-таки Тапсона. Но это инфа для троих игроков команды. Биг, Кеннис живет, пытается жить на пленте, по крайней мере. Экзистенс наваливает немножко по корпусу. И Кеннис, где патроны, где стрельба, где Аима. Он просто достает нож, но благо Экзистенс был рядом. Правда, Тизиан раскидал и одного, и второго. Есть у него дефузы. Один на один против Шокса. Нужно его забирать. Пойду, да. Должно успеть. Да, дефузки-то есть. Дефузы есть. И это раунд для команды Биг. Отличнейшая работа. Тизиан. 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 Тот самый парень, который проседал на ДКШ. Опять же, напомню, что в окончательных раундах, последних раундах он выступал очень-очень сильно. Хоть и проседал на протяжении 30 с лишним раундов. Здесь и сейчас показал пистолетку шикарнейшую совершенно. Ну и, конечно же, вопрос только в том, как же так. У тебя есть слонг. Ты должен был удерживать бомбу нормально, но не получилось. И трипл выход с шарты от защиты позволил берлинскому клубу все-таки закрепиться на первом раунде. При этом в своему G2 не будет девайса, потому что они сохраняются. То, что поставили бомбу в первом раунде. Здесь сейчас на третьей уже смогут выйти с калашами и вторыми арморами. Поэтому сейчас они просто закупили одну флешку и пойдут в 150-й. Экзистенс у нас готов сейчас врываться с тиммейтами на центре. Но и при этом, в принципе, оппоненты команда Биг в этом случае должна справиться. Потому что все-таки Глоки это не самый лучший ган. И смуэй Тизиан делает покелу, Тизиан разваливает Шокса. И, если честно, я не согласен с решением команды G2, если хотите знать мое скромное мнение. Потому что, если посмотреть тенденции на последних дастах, всегда в таких ситуациях команда покупает или два калашникова, пытается гнуть свою линию, или берет раскидку с хорошими пистолетами. Потому что сейчас счет 2-0. У команды Биг огромное количество девайсов. Вторые арморы. Тоже есть откидка. И окей, G2 как бы купили, но они могли ломать экономику и уже вести там плюс-минус по счету. Хотя, конечно, это было бы не так уж легко. Но, как бы, сейчас хорошо. Пять калашниковых теряют. Не рискуют, но, по-моему, даст. Это та карта, которая, если честно, заставляет тебя рисковать. И контратака на бокс от B.I.G. Они могут здесь словить несколько игроков G2. Хаешка сейчас должна хорошая залетать. Гоби в итоге спалил всю эту контору. Откидывает дальше флешки. Предупреждает своих тиммейтов. Можно откидывать какой-то смок. Но в итоге Кенниес делает свой минус. Тизиан отвечает по баде. Это, я так понимаю, в районе Бэпленда произошло. Тизиан, кстати, дальше жмет у нас Титаник. И сейчас будет атаковать Т-спаун. И тут, может быть, Смитса он заберет. Попадает неплохо, по крайней мере. Было бы, наверное, неплохо сейчас отойти. Все-таки Хаешка от Тизиана. И он понимает, что его могут обходить. Поэтому нужно все-таки поменять свое место в положении. Изисенс выходит на нижнюю тямку. Здесь его уже встречает Смуя. Не дает ему никаких шансов. И у Джиту меньшинство. При этом всем еще и ужасно сильно просевший Кенниес. Вместе со Смитсом. У этих парней 23 и 37 хп. На дальней дистанции. Все-таки Смитсу удается перестелять Тапсона. Ситуация выровнялась. Спаритет по живым силам имеется. И Джиту уже заходит на апплейт новой машины. Смуя встречает Шокса. Смуя вообще везде. Он находит свои киллы на миде и на КТ-спауне. И Кенниес выходит сюда. Кенниес выходит в флешечку. Но Смуя не может его пропустить. Опять же новая вот эта дыра между плентом и длиной. Она слишком большая. И одним смоком не перекрывается. Как вы знаете. И Смуя этим пользуется. И делает 4 килла в этом раунде. Таким образом выходит на 3-0. И скорее всего на 4-0. Потому что у Джиту не была поставлена бомба. И денег не так уж много. Большая дырень конечно была. Только что на просвете. В итоге она зарешала. Но это новая дыра. Ничего не сделаешь. Да, дыра конечно очень большая. Была бы меньше дыра. Тогда было бы немного получше. 3-0 в пользу команды Биг. В итоге 2 калаша, 2 эмки и эмпешечка от Гоба Би. При этом у нас Бадди решил поиграть с беретами. Вот такое решение. Не знаю. Неужели немного дэмэджа наносят по арморам. Гоби забирает просто легко Шокс в тень. Такое ощущение как будто забыл у нас игрок атаки. Что в принципе такой расклад случается частенько. Поэтому нужно тут пропрыгивать или действовать под флешку своего тиммейта. Но я могу сказать следующее. Команда Биг постоянно пока что. Вот посмотрели мы три раунда. Она впереди в плане каких-то выпадов. То есть защита работает с атакой. А не наоборот. И это приносит свои вот такие позитивы команде Биг. Они просто зажимают. То есть они выиграют постоянно пространство. Гоби вообще уже со спины зашел по Бадди. То есть ИГТУ постоянно натыкаясь на своего оппонента. Она не всегда активно может работать. И не всегда у нее получается зарабатывать себе кюлы. И на регулярной основе Биг диктует себе, потащая свои правила игры на ДДАСе 2. Возможно они прекрасно понимают, что именно так и можно выигрывать на Дефенсе, которая является в данный момент слабой стороной. Но мы-то с тобой знаем, что метод постоянно меняется. И возможно именно Биг станут теми самыми игроками, которые смогут изменить мету в пользу защиты. Нет, тут мета не мета. И понимаешь, что тут еще, может быть, они станут теми самыми ребятами, которые обыграют команду G2 Sports, обыграют там и они на допах, обыграют уверенно и круто. Все-таки они готовы к ДАСу. Они его тренировали и играли. И как бы там французский, не французский ДАС, но рано или поздно немцы тоже могут себя показать. И может быть как раз таки именно это та самая игра. Хорошая ХЕшка под Смитса. 79 хп у него остается. Правда, попали изначально по тизину, который пропрыгивал на точку B. Но все живы, все целы. Гоби начинает нашивать нижнюю темку. Смитс в этот раз не подставился. Пытается для себя платформу подготовить игроки команды G2. Ну и, соответственно, Тапсон старается, в свою очередь, не допустить выхода в коктейль Молотова под мясной. Тапсон чекает сейчас нижнюю темку. Заметил только что Смитса. Пока что смог ему помогает. Не знаю, Смитс проверит ли. Да, это неплохой ванвей. Смитс хоть и заметил как-то Тапсона, но отстрелить его не получилось. И снова вот элемент работы игрока защиты против Терра. И он тут сделал все очень четко на пятерочку. Это видно, такая вот оточенная микро-тактика, микро-момент. Тапсон уходит назад, куда-то на лонг помочь, видимо, Нексу. Туда, по идее, должен рано или поздно пойти Шокс. Но пока что G2 не могут определиться все-таки со своим выходом, потому что, видимо, Тапсон наломал тут дро. Смотри, они просто вообще растерянны совершенно сейчас. Я не уверен, что... Ну, зажима, по идее. Ну да. Но у тебя нет контроля над лонгом. Сейчас попробует экзистенс немножко пошуметь на КТ-спауне. Возможно, по нему будет уже работать, в свою очередь, с Муэс. И Гоби внутри плента дает свой килл по Бадди. И никак не удается открыться на плент. Каждая попытка открыться хоть куда-нибудь заканчивается поражением для G2. И потеря одного игрока без каких-либо разменов экзистенс. В конце концов, затопил Тапсона. Того не ожидали увидеть в КТ-спауне. С Муэс, раж на размине, с дальней дистанции. При выходе с Б плента перетяжка на А. 7 секунд остается. Просто шансов в G2 тупо нету. Никаких нету. Их просто на подходах к пленту даже не заходя. Они даже ни одним глазком, ни одним сантиметром, ни одним шагом не дошли до точки, на которую могут поставить свой C4. А это является центральной целью на атаке. Тайм-аут. И логично, что это тайм-аут. Боже мой, здесь надо было с красным флажком бежать и орать, что нам нужна пауза, парни. Все в растерянности у французов. И интересно, что придумает экзистенс, чтобы успокоить своих тиммейтов. Ну, посмотрим. В принципе, опыт должен быть, конечно, у ребят. Потому как, уже не раз мы говорили, Dust2 это подходящая карта для команды G2. Но видно, как Биги стараются. Видно, на каком они кураже. Видно, что победа на карте ДКш очень поддала, скажем так, морально ребятам из команды Биг. Соответственно, они сейчас закидывают дальше дрова в топку и начинают качать. У команды G2 практически ничего не получается. То есть, какие-то пики они там пытаются сделать, отстреливают. Но, в целом, им нужно понять просто... Ну, опять же, к чему должны прийти ребята из команды G2? По-простому. Они должны прийти к тому, что нужно контролить обязательно все эти пуши. Нормально контролить. Чтобы никакой там Тапсон в смачок не сделал минус. Чтобы там где-то на Б никто не сделал минуса. Чтобы, опять же, Кеннис тут не подгорал, а наоборот сделал минус. Да, то есть по звуку спалился, он подгорел. В итоге вот выход на точку Б... Что? Просто с бомбой человек вышел. При этом у Кенниса был армора, ВП, и все остальные играют с пистолетами. Все это сильно. Тут не поняли ребята друг друга. То есть, Смитс решил пойти, а все остальные живут. Кеннис промахивается, играет перед воротами. Шокс пытается прикрывать своего тиммейта, не получилось. Ну и хороший смог теперь под снайпера. Соответственно, ничего... Ой, как же много ХП он тут не потерял. Тут нужно Кеннису уходить сразу на сейф, ВП в следующем раунде, оно пригодится. Это факт. Тем временем, кстати, у нас бразильцы отлетают 2-0 от Бельгии. И что Бразилия в контрстрайке 7-8 место заняла, что здесь она имеет? Ну, погоди, там только начало матча, поэтому еще, может быть, вернуться. У нас, в принципе, был камбэк от Колумбии, там с кем-то играла. С Англией, но там все равно Англия выиграла. Я имею в виду, колумбийцы попытались, но на пенальсу играли. Не-не-не, 2-0 кто-то. А, извините, Япония. Бельгия против Японии играла, и Бельгия камбэкнула из 0-2. Там было интересно, поэтому тут тоже, может быть, сейчас бразильцы накидают. Но бразильцы не накидают, здесь скорее французы должны накидывать. Не будем о футболе, у нас выход от Бади на центре. Смуя отдал, кстати, АВП, нет, у Смуя был Калашников. На экс разбирает все-таки Бади Кенниас погибает. Но Экзистенс почему-то с АВП, ну, зачем? Вот это даже решение, сейвить АВП надо. Вы чего, ребята? АВП это суперствол на Дасте втором. В такой ситуации всегда его сейвят. Но почему-то Экзистенс пошел воевать. Да, уж 6-0. Поплыла пока что французская сборная из команды G2. Тут тяжело и очень тяжело. Биги в этом плане большие молодцы. Да, плывут прямо по Рейну, я бы сказал. И ощущение очень-очень странное. В итоге Кенниас с СЗ в этом плане. Да, ну кайф. Я не знаю, как это комментировать. Давайте посмотрим продолжение. Может быть, даже СЗ Кенниас покажет себя. Напомню, что это был самый эффективный игрок вообще среди всех 10 представленных на ДКШ. И сейчас выход быстрый в сторону Шарта на Аплэнс. Здесь на опорной позиции находится Тапсон. Его большая длинноствольная, красивая. Но пока что G2 не спешат. Решили окопаться. Хаешка. Пау! По минус... Точнее, минус 2 по КП. В смысле, по двоим. У нас Кенниас и Смитс приседают 25 КП и 37 у другого. Неприятнышко. Даже, я бы сказал, что даже не маленькая, достаточно серьезная. И французы читаются. Они это прекрасно понимают. Им надо как-то широко сейчас наступать. Для этого нужно открывать лонг. И именно для этого Шокс пошел смотреть боксы. Стоит у нас французская команда на Зиге. Два человека перед коробкой. Видимо, будут зажимать плента. Но и тут нужно хорошо раскинуть картинку. Но опять же, я обращаюсь к G2. Где ваш снайпер? Как так можно отыгрывать ДАС-2, если это ваша исконная карта? Они это должны прекрасно понимать. На Дасте без авика за атаку просто нереально трудно. Но они играют без АВП, потому что ошиблись. Гобби из ямы. Моментально наказывает Шокса. Откидывает хорошую флешку. Бадди полностью ослеп. Гобби это понял. Пытается его наказать. Помощи при этом у Гобба нет. Зажим со всех сторон. И тут уже позиционка страдает у команды защиты. Смитс разваливает Некса. Погибает Тапсон. Ситуация 2 в 3. И, возможно, это первый шанс. Но есть снайпер-то на просвете. Он откидывает бомбу. При этом в спине у нас Тизиан, который наказывает Кенеса. Смитс. Один против двоих. У него калашников и 25 килл споетов. И Смуя просто в полете вешает ему из пистолета. 7-0 за командой Биг. Бомба стояла. Будет бай у команды G2. И тут снова нужно поглядеть, есть ли АВП. Кстати, он откидывает авик. Там за авиком нужно сбегать на самом-то деле. Второй авик, по идее, лежит у нас где-то на центре. У Тапсона было. А, вот он, вот он, вот он, у гуся. Тапсон погибал. Два килл от Смуя. Отличная работа на ретейке. G2 не смогли разобраться в ситуации 3 на 2. И очень сильно порешали те самые хаешки, которые были отправлены в самом начале раунда на шорт. Потому что они продамажили двух игроков французской команды. И в окончании как раз-таки выход с Мкой на лонге порешал. Там половых ЭПшному очень легко было забирать. И мы наблюдаем еще одну паузу. О, G2 они в растерянности. Они не знают, что им делать. Пока мы не видели, кстати, от них сплит-бэ. Мы видели от них заходы на лонг, заходы на шорт, заходы полноценно на бэ с пистолетами АВВП. Но не видели сплита бэ хорошего качества со скоростями, да, с рашем каким-то. И может быть это помогло бы им. Но для этого надо договориться и решиться на быстрый раунд. Итак, честно, я в такой какой-то непонятке нахожусь. Французы не радуются своими выпадами, своими решениями. Им надо остановиться. Им надо еще раз хочу сказать. Нормально подготовить почву, платформу так называемую. Хорошо зажать планета. То есть тут, смотрите, летают уже биги. Это биги, как бы, они читаются. Их можно подловить на этих ошибках. Конечно, они уверены в себе. Они круто сейчас попадают на куража, так называемом. Но это все можно останавливать. И G2, в принципе, не раз сталкивались с подобными коллективами. Но опять же, это новый состав G2. Поэтому им все-таки простительно, наверное, иногда отыгрывать не так, как мы привыкли. Не так, как полгода. Ну, полгода нет, год назад. Год назад, в принципе, G2 показывали очень хороший уровень КС. Даже если про лигу в свое время выигрывали. Смоем. Забирает нас Митса. Играет он за бочками под Иксом. Хорошая флешка. Прилетает. Зажим Б-плента с двух сторон. Тизиан пытается помочь своему товарищу. Играет на воротах. Но Кенниес отстреливает Тизиана. Вот тут сейчас перестрелка просто века. И кто кого. Кеннис. Молодец. Но Некс отвечает по Шоксу. И преимущество в одного все равно у защиты. Но при этом Некс красный. С ним справляется Кенниес, который решил сразу бомбы не ставить. А Гоби тем временем побежит через Т-шку. И вот тут снова перестрелка века. Экзистенс за Иксом. Кто кого. Экзистенс поставится ли. Выходит просто Гобс. Носит Кенниес. А на Экзистенс вешает по Гобу. И это один на один. Инфать для Смуи. Без Дабсона точнее. Шикарная работа для Дабсона. Опять же Гобс сделал все возможное. Он вырубил и снайпера, который был только что на круже. Кенниес оформил трипл килл. И мог бы сделать еще два сверху вообще без проблем. И вот они, вот они поздравляшки от тренера команды. Биг Легия доволен своему коллективу, которому он совсем недавно играл. Попутешествовал. Он с Гобом съездил в Энерджи, покатал, приехал обратно в Биг, покатал. И теперь он их тренер. Он доволен, конечно же, тем, как его подопечные справились с этим раундом. 8-0 G2. И Спортс не получает вообще ничего. Да, немножко сейчас было полегче. Да, клатч-момент. Но раунд все еще не взят. Не, ну, на самом деле, когда ты видишь вот такие фраги, да, которые делает Гоби, ты понимаешь, что тут действительно команда очень сильно уверена. То есть, казалось бы, чувак выходит просто из тэшки. Его должен снайпер сейчас убивать на изи, да. Для Кенниса это стопроцентная ситуация. А тут просто такой спрей через эту стену, через пол ящика. И калаш попадает вообще все пули в тело. В итоге, 8-0. Смуя поджал сейчас точку B. Очень аккуратно не попадает, кстати, в экзистанса. Он видел его немножко быстрее. Опять же, повторяется у нас та самая ситуация, которая была на кэше уже. Но тут промах от снайпера. 6 хп остается у Смуи. Он, в принципе, может продолжать работу свою на точке B. Я уверен, что, в принципе, он может сделать еще один минус там на пятаке, когда будет выходить. Но, естественно, нужно играть аккуратнее. Потому что любой патрон — это смерть для Смуи. Команда G2, кстати, интересно перегруппировалась. Они поняли, что вроде как одного всего лишь палили под B. И что их там не читают. И это довольно хорошее решение. Вот теперь G2 могут выйти на B-плент. Можно выстрелить. Но он не знает. Он, конечно, не знает. Но, имею в виду смысле, мы это с вами знаем. Так, Смуя. Смуя. В общем, красиво играл, но не хватило. Немножко под флешку. Тизен врывается на па-плент. Пытается решить проблему со Смитсом. Смитс падает. Хаешка отлетает внутрь. Планта на дискотеку. Ку-копи врывается вместе с Тизеном и Нексом. И они разрывают лица французам от начала и до конца. И Шоксевич. У него ничего не получается. Это 9-0. Не, вы просто посмотрите, как вообще Бигги уже. Они там... Стоял под флешку еще ворвался чувак. Потом уже Бофик, пацаны. Залетаем. Нас тут много. Летим через это окно. Но, естественно, G2 не ожидает настолько наглых действий. То есть они, казалось бы, там, все, мы заняли. Никого тут уже нет. Сейчас надо просто законтролить. А тут пацаны просто залетают. Я узнаю это лицо. Ты узнаешь это лицо? Я узнаю это лицо. Да, мы не видели это лицо. Ну, вот он. Просто парень не доходил до ланов, поэтому нам не показывали. В смысле, не доходил до плей-офф в стадии ланов. Сейчас снова то самое Тильтевич. Тильтевич начинается. Рыдаки скоро будут. Ну, это все, конечно, опять же, не весело. Это все, на самом деле, грустно. Потому что предыдущая карта-то была шикарная. Просто шедевральная. И я не верю в то, что из-за того она выжила все соки, и они такие все на Тильте вышли на вторую карту. Нет, нет. Она, наоборот, должна была их только еще раз задорить. Потому что катка вышла достойная для обеих команд. И на второй мы должны были увидеть что-то подобное. Но не тут-то было. Это третья пауза. Только вдумайтесь. Третья пауза за 9 сыгранных раундов от французов. Они, правда, потеряны? Ну, тут даже не то, чтобы потеряны уже французы. Французы просто получают в голову и с этим сделать ничего не могут. И, казалось бы, начало было плюс-минус. Шок сделал первый килл с пистолетного. И все могло тогда начинаться круто. Но в итоге Бигги захватили инициативу. И поломать этот порочный круг ребята из команды G2 никак не могут. Шесть раундов остается до конца. Я могу, в принципе, сказать, как обычно. Хотя бы 3-4 раунда нужно взять G2. Но пока даже этого, скорее всего, у них не будет. Но Смитс вышел через зиг. Попал сейчас хэдом по Тапсону. Но тот живет. Ждет флешку сейчас еще одну от тиммейта. Пытается с Савиком делать минусы. Забирает Бадди. По-прежнему он живет на пленте. Кто же его может убить? Наконец-то Кеннис. Но при этом Тапсон пожил. Огромное количество времени выиграл. Гоби. Классная хаешка. Очень красный Шокс. Появляется снайперская винтовка. Возможно, это шанс. Гоби на просвете. Слышит перемещение соперников. Играет все там же. Видит голову. Шокс не понимает, что слева снизу стоял оппонент. В итоге Экзистенс. Возможно, герой этого раунда. Экзистенс падает. Это 10-0. Команда Биг просто уносит команду. Самый фейковый хайп на планете просто. Нет, я завелся реально. Просто с Бигами одно целое стал. Биг это я. Биг это Сеня. Сеня это Биг. Мы одно целое. Мы сейчас в полуфинале. Да, я этот фанат. И это он. И это я тоже. Друзья, и это я. Мы сейчас рвем G2 в полуфинале. Точнее, в четвертьфинале. Мы хотим завтра то же самое сделать в Фейзаме. Оргазм просто. Ладно, погнали смотреть дальше. 10-0. Надеюсь, меня поменяют комментатора. Так вот, смуя 46 хп осталось у него после встречи на миде. Я так понимаю, мы там прострелили. G2. Мне поставили бомбу в предыдущем раунде. Что означает, что пришлось немножко не дозубиться. ЦЗшка мы видим у смитца. Хотя могли поставить и 4. Замечу я вам. Потому что до плента они хотя бы дошли. Это позитив. Ну и G2 и Спортс. Надо стараться из последних сил. Кенни С смотрит мидл. И ждет, когда кто-нибудь ему все-таки нагрянет в гости. Но пока мы видим, что сушат немножко G2 и Спортс. А Бигги в свою счет не особо поджимает. Вот только здесь занял агрессивную позицию. Гоби будет ждать кого-нибудь из бокса. Экзистент проверяет пока что плента. Ну, окей. Давайте сейчас успокоимся. Вот я бы так сказал своим ребятам из команды G2. Теперь я как бы играю за G2. Вот так вот. Я уже думал взять на себя это. Вот мы как бы заняли Зиг. Вот вроде как там должна быть линеечка. Игрок на спуске, игрок на картинке. Что мы должны сделать? Давайте сейчас накидаем кучу флешек чуваку на картинке. Зайдем на плент А. При этом ты, Смитс, аккуратненько зайдешь в спину. Но очень аккуратно. Но почему-то G2 решили немножко по-другому сыграть. Они решили и Зиг занять, и мидл занять. Так, Тизин спалил, кстати, Шокса. Спалил Кенниса. И теперь есть вся информация. Некст в упоре. Его никто не чекает под флешку. Работает. Некст отлично. G2 и спорт. 20 секунд осталось. Нужно врываться. И вырывается. Смитс, да, врывается. Но получает на свою лысую голову. Паратрой купули от Гоба. Бей Кеннис вместе с Бодей. Два на пять. И тут без шансов, друзья. Кеннис погибнет последним. Французы. Хотя, подождите, подождите. Ка. Горит огонь. Сверкают звезды. И он все-таки по стадисе четыре. По 700 баксов Кеннис. Нет, даже их он не зарабатывает. Но сейчас я опять как игрок команды. А я говорил. А я говорил, мы Зиг заняли. Надо было выйти хорошо под флешки. Но еще раз. Реально. Вы заняли Зиг. Но почему вы не можете нормально выйти? Где? Опять же, мы видели кучу команд, у которых есть уже те самые старые раунды, когда смог крутой на буст. Чувак один падает вниз. Выходит один на центре. Зажимается Б таким образом. Этого мы тоже не видели. Вообще, раскидки от команды G2 крутой. Мы не увидели. То есть они, видимо, со всеми командами, с которыми не играли, часто делали первые минусы, пока доходили до Зига. Тут биги не подставляются. И, соответственно, с бигами надо делать киллы уже непосредственно, когда ты выходишь на плент. А выходишь ты на плент под крутую раскидку, раскидки у команды G2, снова повторяюсь, не было. Итак, у нас при этом есть игрок в яме. Вот опять же, у нас игрок в яме. Что надо делать? Займите аккуратно Зиг. То есть сейчас игроки защиты сами подставляются. Они играют в Зиге. У вас в яме еще раз Тер. У вас Тер в яме. Зиг, аккуратно пройдите. Аккуратно пройдите, Зиг. Вы же понимаете, что там чуваки. Он еще и добил шок, ты видел это? Он кидает кранату, открывается. Аккуратно пройдите, Зиг, у вас в яме, чувак. Вы что, не умеете? Флешка крутая. Опять же, объясняю. Сначала три хаешки кидаем. Коктейль молотого под ступеньки. Кидаем одну флешку наблизь, одну флешку подальше. Занимаем под ступеньками. При этом у вас человек до сих пор в яме. И вы зажимаете аплент. Почему этого нет у команды G2, я не знаю. У кого-то погорело, я вижу. Но вообще, да, ты прав. Конечно, здесь нужно брать БК за рога. Нет, где просто скилл, понимаете? Это и есть скиллка эса. Когда ты тильтуешь, встать, угомониться. И все-таки, чтобы здравый смысл восторжествовал. Я не понимаю, чего ты ожидаешь. Это команды, которые просто, ну, сейчас, в данный момент, второэшелонные по факту. Да простят меня фанаты G2, да простят меня фанаты Шокс и так далее. Мы не видели от французов уже очень долгое время ничего хорошего с точки зрения уровня игры. На протяжении года, даже больше. В данный момент G2 находится на 22-м месте HLTV.org, которая дается, как вы знаете, совершенно тупо за ивенты, за прошедшие ивенты. Это не команда в данный момент. Мы это знаем. И не надо от них чего-то невероятного ожидать. Да, и B.I.G. с другой стороны скажет, ну, чего тут они вот тоже не самая сильная команда. Здесь должна была быть катка, где фаворитом является G2. Но это Best of 3 на земле B.I.G. И первую карту они выиграли. И G2 сейчас на Dudaist 2. Это просто, ну, 22-я команда на рейтинге HLTV. Вот что это такое. Ну, они просто на этом турнире подавали надежды хорошие. Играли неплохо. Выпад под флешку на ланге. Дизиан, опять же, отыгрывает просто в воротах. И эта флешка никого она не слепит. Но, опять же, не слепит игрока, который играет настолько близко. Экзистенс с Баддием. Боем против пятерых. С пистолетами в руках. Пытается сейчас. Ну, тут даже фраги. Тут вообще все равно уже. Там денег настолько много, что им и фраги не обязательно делать. В любом случае. Дизиан. Еще один минус. Счет становится 13-0 в пользу команды B.I.G. На карте DAS 2. И, соответственно, снова без шансов. Да? Да? Да. Не, ну а что здесь ждать? Ну, ничего, уже 13-0. Я, честно говоря, единственное, чего хочу, это 16-0, чтобы это был матч, записанный в рекорды. Ну, я имею в виду, конкретно на ИСЛ Анкельне такого еще не было. Да и достаточно долгое время не происходило среди тир-1 ивентов на плей-оффах в лан-финалах. И я уверен, что это было бы очень даже неплохо. Чисто для статы. Просто для прикола. Но у G2 есть шанс на пистолетном раунде взять себе хотя бы единичку и не закончить счет 16-0. Линия отлететь, соответственно, из Кельна. Причем ехать он недалеко, как вы знаете. В Франции находится соседняя страна от Германии. Ну и BIG довольны тем, что они выйдут, опять же, в полуфиналы. Друзья, там, да, конечно, ждет очень-очень сложная команда Face. Но будем надеяться, что они покажут на ней максимум и красиво сыграют. Ну, опять же, видите, явно G2, наверное, на Дасте втором 100%, даже не явно, недооценили команду BIG. То есть они думали, что сейчас после кэша будет такая же плотная игра и как бы даст это их выбор. А, соответственно, может быть, фейзы. Ну, опять же, фейзы сейчас посмотрят этот матч и они точно недооценивать бигов не будут. Поэтому там будет плотная катка. Ну и в который раз хочу отметить, что, естественно, тут есть много косяков у команды G2. Хотя тут во многом решает все-таки еще тильт. То есть они не могут реально подумать над какими-то такими вот моментами, на которые я акцентировал только что внимание по Зигу, например. Заняли снова игроки команды G2 полкарты. Вот повторяется все та же ситуация. То есть у вас Зиг под контролем. И вы понимаете, что есть чувак, скорее всего, на спуске или на пленте, на картинке и на ланге, конечно. То есть что вы делаете? Они решили пойти все-таки на мидл. Но почему погибает чувак при этом под B, опять же, непонятно. Кенниес делает все-таки... Нет, Кенниес красный. 7 хеллспоинтов. Шокс умирает. Выпад все-таки на центре. Хаешечка должна залетать. Сейчас классная под экзистенс. А Губи продолжает работу на зайчике. Смитс вроде как чекал эту позицию, но не до конца. Да, Губи сделает один минус. Губ разворачивается не своевременно. В итоге это шанс все-таки для команды G2. Смуя падает от Бадди. Правда, приходит Тизиан, забирает экзистенса. И все равно ситуация 2 на 2. Кеннис красный. Бадди ставит бомбы на дефолте. Тапс не чекает пока что ворота. Понимает, что снайпер может тут сыграть агрессивно. Но и Тизиан все-таки падает. Неужели команда G2 возьмет атернат? Но опять же, во многом из-за того, что Бигом немного по таймингам не повезло. Да. Да. И все-таки не будет у нас рекорда. Не будет 16-0. Бадди. Бадди добьет. И это первый раунд для G2 eSports. Поздравляем их с этим замечательным достижением. Если это можно так назвать. И давайте понаблюдаем за последним раундом первой половины. G2 все еще имеет возможность выйти на 2 раунда на первой части карты. Напомню, что это их собственный маппик. Это борьба в Best of 3 серии. Биг уже взяли свою первую карту. И берлинцы супер довольны. Ясное дело. Потому что, ну, что может пойти сейчас не так? Скорее всего, уже ничего. Но надо немножко напрячься. Кенни стрелял сейчас по миду. Смухи поменял на калаш. Смит выстрелил по Тапсу. Точно. Ну и Биг, мы видим, да, пытаются постоянно где-то агрессировать, поджимать. Их на этом словили в предыдущем раунде. Сейчас на этом словили. Получили большинство G2 из порций. Кстати, Молик, кто сейчас мог, сейчас помешал Баде и компании пройти быстро на бэп-лайнд. 4 в 5. Наконец-таки G2 могут взять еще один раунд. Все-таки им нужно было, да, видите, взять хотя бы один, чтобы как-то стабилизировать свою игру. Но тут все-таки ответ сразу же. От команды Биг Смитс подставился. Возможно, будет башенка, да. Вот такая старая добрая идея приходит в голову команде Биг. И она, возможно, тут сыграет. Ой, ну почему же Мекс решил упасть? Видимо, это какой-то маленький кисечок у него индивидуальный произошел. Стрейк влево, стрейк вправо. В итоге башенка распалась. Нэкс играет на КТС. Муя уходит на Аплэнд. Бомба при этом в руках атаки. И вот, ну что вот это за пики? Ну реально, ну пацаны, ну у вас опять же Зиг под контролем. Ну Баде просто выходит на Б. Это газмяс. Ты думаешь? Не, ну просто... Я думаю, что это еще куда-то. Уже как бы один взяли. Спартак со строма, я бы сказал. Попробуйте затащить, я не знаю. Все-таки это Кёльн, это крутой чемпионат. И команда G2 показывает, что как бы им дали карт-бланш, да, дойти. А потом они берут и вот заливают. Ладно, Шокс погибает. Кенниас и Экзистенс вдвоем выходят на Аплэнд. Гоби падает. Смуя отстается с АВП. При этом промахивается. Это хорошая новость для команды атаки. Но Кенниас, увы, не попадает. Не так попадает, как на кэше. Кстати, на кэше очень круто отыгрывал Кенниас. Он был там топ, по-моему, КД у команды G2. Но это не кэш. Это даст 2-14 день в пользу Биг. Кстати, я помню... Не помню, правда, с кем. Что? Я комментировал матч Биг на Дасте втором. Они так тоже у кого-то выиграли. И против них сделали камбэк. То ли до конца прям откамбэчили, то ли они все-таки победили. Но камбэк там был сильный. Поэтому, может быть, сейчас все-таки... Ну, делится с трудом. С той игрой, которой сейчас играли G2, вот с трудом. Если бы они все делали правильно, четко и вот не было... Да, тут в каждом раунде есть чему прикопаться. С другой стороны, когда человек попадает, вот такие фраги из P50. Там ситуация была все равно 2 на 1. И если бы СМУ этого не сделал... Нет, да, но все равно залетает. Но все равно... То есть настолько вот везет уже. То есть и играют лучше, и везет. И все как бы сейчас на руку команде. На самом деле, настолько комплексно и классно играют B.I.G. сейчас. Я совершенно не ожидал. А с такой игрой, на самом деле, они могли и Na'Vi сломать на Дасте, мне кажется. Да, могли бы. Ну, в любом случае, B.I.G. могут еще встретиться с Na'Vi, если Na'Vi обыграют Astralis, а B.I.G. обыграет Face. Честно говоря, звучит очень и очень сказочно. Но, может быть, мы увидим их реально в финале ESL One Кёльна. А сейчас 16-й раунд, первый раунд на второй половине. И Шокс компания играет за Defense. И B.I.G. собирает свою атаку на лонг. Хотя мы видим то, что они пропушили и уходят обратно. И это, видимо, выход на B-Plant после того, как они пропушили всей командой бокс. Интересное решение. Не самое стандартное в этом мире. Но, видимо, на B-Plant проще будет выходить с пистолетами. Хотя, опять же, очень-очень важно Смитсу здесь будет попадать по головам. С Юспа вы все прекрасно понимаете, что над подобной дистанцией можно реализовывать очень даже легко. Смитс стоит, просто ждет. И на него пойдут, судя по всему, биги. Но тут вопрос Гобби. У него есть дым и флешка. И вот как он ее откинет, эту дымовую завесу. Но пока что проверяет нижнюю темку. По стандарту биги играют довольно аккуратно, собственно, как и G2. Бадди пока что не замечает нижнюю. Чекает Тапсона. Тот его заметил. Бадди не попал и моментально уезжает от Некса. В итоге преимущество у нас в одного. Гобби откидывает сейчас флеш на центр и пытается забрать экзистанса. Начинается выход. Кенес пока что живет. Ловит все-таки Некса. Прилетает Смог. Кенес пытается идти дальше, но тут же она того не стоила. Шокс наказывает Тапсона. Качели продолжаются. Шокс. У него более выгодная позиция. Зачем же его пушить? Но Гобби его просто не остановить. В итоге передумали ребята из команды Биг. Они решили уйти на Аплэнд. Правда тут экзистанс. Откидывает флеш в ответ. Старается вычислить все-таки мидл. И, конечно же, Смуи нужно жить. Но поэтому понимают, что бомба дал Смуи. Поэтому Биг, точнее Гобби пытается спасти своего друга. В итоге ловят экзистанс. А Смит составляет один против двоих. А теперь у Смитса 25 кп. И шансов у него все меньше и меньше. Да, Смитса придется здесь попотеть. Сделать два килла, чтобы забрать себе хотя бы второй раунд на ДДАСе 2. Но шансов, конечно, тут нет. 25 кп. Выход. Стрельба пошла. Но Смуи с Гобомби просто закроются на все 100%. Вы посмотрите, насколько дисциплинированно они отыгрывают. Даже несмотря на то, что знают, что счет 14-1 в их пользу. Все равно они приносят радость. И вдвоем красиво, синхронно, как в Болесе. В старом добрым русском открываются на своего оппонента. И у Смитса не было никаких шансов. 15-1. Би и Джи тотально доминируют. Габелла. Да? Тут еще интересно верят. Какой коэффициент покажите нам, пожалуйста, на G2 от паримач? От наших партнеров паримач. Если он вообще существует еще. Существует ли? Может быть забили. Паримач может поиздеваться на G2? Кайф 100 дает на французов. Я, кстати, видел коэффициент 330, по-моему. Это, знаешь, на префлопе, что какая-то из команд Валайнс. Помнишь, в Валайнс играли? У них с завозской такой аллога было. Что они типа возьмут первое место на чемпионате. То есть то, что это невозможно и понятное дело, 330. Но она, кстати, ошибается. Биг немного на ланге. Тут три человека сделало засаду. Даже четыре человека. В итоге Кенниса забрали. Но, соответственно, Тизиан и Габи падают. Выход на центр, что логично от Бигов. Им, правда, неточный положили. Пытается реализовать свой скаут Тапсон. Получилось забрать моментальный экзистенса в голову. Шокс 5-7 пока что не реализовал. Смитс разбирает на экс. А Шокс падает. Ну и Смитс туда же. Остается Бадди. Один против двоих. И это победа. 16-1 на карте. Даст два. Биги проходят в полуфинал неожиданно. Они сразятся с командой Фейз, Клан. И вообще этот полуфинал, что этот, что прошлый полуфинал 2-0. Ну и вот они, как всегда, эмоции от Кенниса, эмоции от болельщиков немецкой команды. У себя на родине Биги неожиданно снова творят историю. Как же круто отыгрывает эта команда. Смуя одоволен. Да все довольны. 16-1 унести команду G2 на Дасте. Это вам не хухры-мухры, как говорится. Это реальный результат. И это победа, конечно, ну такой замечательной команды, как Биг. От них никто не ждал успеха. От них никто не ожидал победы на карте ДК. Ну и тем более такого плотного и крутого результата на карте ДАЗ-2. 16-1. Феноменально, легендарно. Рукопожатие. Хотя, ну, вы все видите, насколько все печально у команды G2. Но они нашли в себе силы все равно пойти и пожать руки немцам. Да, они молодцы с точки зрения того, что все-таки справились с этим напряжением. Они просто остались сидеть со своих мониторов. Но G2, я думаю, что никто не ожидал от них выхода в финал. Потому что не выходили они в финал ни разу за этот год. Последний раз, когда они вообще хотя бы что-то брали. Это был больше год назад, это был Dreamhack Malme. После этого они даже в финал ни разу ни в одном чемпионате, в котором участвовали, не выходили. И не выйдут и в этот раз. И я думаю, что никто не ожидает от них выхода и в следующих ивентах. Да, команда новая, но это французы, друзья. У них черная полоса. А мы отправляемся к людям, у которых...